здравствуйте в эфире youtube канала 6 тв бай передача судовый конвейер в студии я журналист владимир лапцевич и речь пойдет о наиболее интересных судебных процессах которыми занимались суды могилёвщины в последнюю неделю минувшего года несмотря на то что судов поставший народный 2020 году статья 23 34 кодекса об административных правонарушениях участие в несанкционированных акциях концу декабря стало значительно меньше это не значит что процессы касающиеся политических событий в стране закончились теперь видимо стоит ожидать усиление преследования инакомыслящих причем не только тех кто выходил на протестные акции требует честного подсчета голосов на президентских выборах сложно сказать на что надеются белорусские власти на словах заявляя о неком диалоге а на деле занимаясь травлений согласных с их политикой сегодня в программе жительницу быхова оштрафовали за статистику на фоне свастики и репост из next life показания на начальницу управления культуры могилевского горосполкома даны без принуждения со стороны кгб заявил фигурант ее дела высокопоставленному могилевскому энергетику грозит три с половиной года колонии такой срок запросил прокурор судья быховского райсуда владимир желудзев 28 декабря рассмотрел два протокола об административных правонарушениях составленных в отношении местной жительницы ольги пушкаревой находящейся в декретном отпуске женщине вменили размещение в телеграме сравнительной статистике репрессированных гитлеровской германии и современной белоруссии на фоне свастики а также репост информации из признанного экстремистским телеграм-канала next life ольга пушкарева не отрицала того что действительно распространила свастику и информацию из запрещенного беларуси телеграм-канала однако она подчеркивала что ее целью было не распространение нацистской символики просто цифры репрессированных третьем рейхе и республики беларусь ее впечатлили и она захотела поделиться ими с другими людьми не обращая внимание на флаг нацистской германии на фоне которого эти цифры были размещены что касается второго правонарушения репоста из next life то как отмечал адвокат пушкаревой сергей корытка тут негативную роль сыграла недостаточная работа по информированию граждан о том что данный телеграм-канал признан экстремистским хотя конечно незнание вины не освобождает от ответственности отметил он защитник также указал что после того как пушкарева узнала о незаконности своих действий она сразу же удалила данную информацию он просил суд назначить его клиентки минимальный штраф по обеим статьям части первой статьи 1710 и части 2 статьи 1711 qap учитывая признание вины подсудимой и наличие у нее малолетнего ребенка судья желудев оштрафовал ольгу пушкарева на 15 базовых величин 405 рублей одним словом скажу судилище такое такое вы творится по всей стране не только по этой статье наша народная 2334 раза которыми так и не успели поймать может и мне было бы еще прилетела но хочу сказать что конвейер больше ничего вы же видите сами как прошло заседание вы признали свою вину не будете обжаловать это понимаю не будем а почему быть не будем ну потому что у нас величина штрафа для вас слишком большая и не думаю что власть пойдет на уступки и уменьшит объем штрафа не думаю просто нужно пережить это время перетерпеть и как бы надеяться на лучшее я думаю что железе что произошло нет ну что так произошло что то что вот вас судили что говорите я все время думала о том когда вся эта ситуация о том что есть люди которые создадут большими и вот это моя ситуация на нас это маленький шажочек маленький а если те которые сидят сутки сидят плохих условиях у нас карта получают не 15 базовых в тирсом пенсионеры да вот они получают там колоссальная сумма штрафов то есть ну что ж за мою гражданскую позицию ни в чем не раскаиваюсь и никто ее не изменит скажем так как ранее сообщалось на одном из декабрьских заседаний суде октябрьского района могилева экс-глава управления культуры могилевского горосполкома ирина жабарова утверждала что следователи кгб получили от нее признательные показания путем обмана и создание невыносимых условий нахождения в сизо поэтому настоящее время женщина обвиняемая в получении более 31 тысячи рублей взяток полностью отрицает свою вину в свою очередь второй фигурант ее дела бывший гендиректор за лазерное шоу системы александр лексаков признавший дачу взяток чиновницы утверждает что никакого давления со стороны чекистов на него не было об этом он заявил 28 декабря после того как жабарова подробно остановилась на ряде вменяемых ей эпизодов получения взяток от него а также директора частного предприятия арт-концерт павла мажейка который не проходит по данному делу приведя аргументы в частности нахождение их мобильных телефонов в разных местах она утверждала что просто физически не могла получить деньги от предполагаемых взяткодателей по словам лексакова сотрудники кгб не склоняли его к оговору чиновницы и он не контактировал с ними до 13 марта когда его и жабарову задержали силовики напомним что ирина жабарова обвиняется по 8 эпизодам получения взяток последняя из них в 550 рублей было от лексакова 13 марта 2020 года у гипермаркета и сити затем по дороге в минск он был остановлен сотрудниками кгб которые вернули его в могилёв там лексаков дал признательные показания на жабарову и не только на нее а также на неназываемое по фамилии другое должностное лицо в результате явки с повинной из ряда эпизодов дачи взяток лексакову вменяется лишь последний по озвученным материалам дела мажейка также рассказал о передаче денег жабаровой подсудимая утверждает что он ее оговорил близко к завершению процесс по еще одному коррупционному делу который в этот раз рассматривает ленинский райсуд могилева нынешний зам директора филиала госэнергогазнадзора по могилевской области виктор степаненко держит ответ за свои действия в бытность до декабря 2018 года заместителем директора могилевских электросетей филиала руб могилев энерго 29 декабря в суде прошли прения во время которых прокурор анатолий липский заявил что вина степаненко в обмененном преступлении доказано прокурор согласился с мнением следственных органов о том что обвиняемый совершил хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями часть 1 статьи 210 и часть 3 статьи 424 уголовного кодекса а именно он стал причастным к хищению более 82 тысяч рублей в числе которых незаконно назначенные премии и отчисления с них премии начислялись несмотря на то что запланированный показатель сокращение остатков материально-товарных ценностей не был достигнут помимо основного наказания прокурор считает необходимым оштрафовать степаненко на сумму в 300 базовых величин что на момент судебных премий составляла 8100 рублей также гособвинение считает что обвиняемому нужно запретить на пять лет занятия должностей связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей липский также полагает что меру пресечения степаненко при вынесении приговора нужно изменить и взять его под стражу отметим что с мая 2020 года 57-летний степаненко находится под залогом 100 базовых величин в свою очередь адвокат маргарита федорчук уверена что выставленная против ее подзащитного обвинения не нашли в суде своего подтверждения она отметила что о невыполнении вышеуказанного показателя знала и руководство могилевских электросетей и руб могилев энерго а сам степаненко об этом неоднократно сообщал директору электросетей александру боровскому но премии тем не менее начислялись отметим что практически все незаконно полученные деньги были возвращены как степаненко так и другими работниками которые на момент выявления преступления работали на предприятии адвокат считает что нет оснований выносить обвинительный приговор и и подзащитному и просит суд оправдать его предполагается что на следующем заседании назначенном на 13 января 2021 года виктор степаненко выступит с последним словом такой была последняя неделя ушедшего 2020 года судах могилевской области с наступившим всех нас 2021 годом в котором также желаю вам беречь себя а 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 Продолжение следует...